Всем привет! А я наконец-таки... Где я наконец-таки на любимой даче? А вот вы не поверите, в городе уже даже намека на снег почти не осталось. Одни такие ледышки лежат. А здесь так еще, даже с переметами, еще можно даже, если что, наковырять теплицу. Ну, я сейчас пройдусь чуть-чуть на огород, посмотрю, как там дела. Ну, и заглянем с вами в теплицу. Обязательно заглянем. Я уже проходила, и тут такие мои ступочки. Но это, тут я говорю, проблема переметов. Дальше там снега практически нет. Если тут сантиметров 30, уже мокрый, нас на нем уже прыгать можно. А дальше ничего, в принципе, нет. Думала вырастет тут лук. Но нет, не хочет. Ну, ладно, дома вырос. И вот он, лучок, будет по весне, по идее. А вообще на огороде прям лужи стоят. Вот такие для проталины. Квашня квашней. Ну, вот мы и в теплице. В теплице и зарядно стало грязненькой. Ну, то ладно. Оно такое чувство, что внутри вот эта грязь. Внутри сот, или как их правильно назвать. Ладно, начнем с клубники. По клубнике похозяйничал крот. Вот прям видно кочка. Клубнику надо будет в следующий раз, скорее всего, приехать и ее повытащить. Потому что вот она, точка роста как-то заглубилась. Ну, еще раз говорю, вот они явные кочки. И это крот. Вот они. Потому что я там не копала сто процентов. Ну, клубника вроде как жива. Даже вот они, свежие листочки. Ей тут влаги, видно, хватает. Потому что снег подтаивает и питает ее. В общем, работу с клубникой можно уже начинать. Это у меня кумберленд. Она сама по себе маленькая. Ну, вот как-то она, видите, ушла сильно. Совсем сильно. Ну, и вот эти вот. Тоже кумберленд. Вот совсем-совсем они такие. Ну, и вот тут явно видно, что крот рыл. И рыл прям так настырно. Так. Открыла я, естественно, хоризонтемы уже. Ну, оставлю их уже открытые. Уже точно не замерзнут. Ну, вот тут я... А, и тут соды есть. Вот они зелененькие. Вот они. Пошли. Будылки эти надо будет убрать. Ну, вот они. Видно, зелень пошла. Вот тут прям вообще шикарная такая. Вот она. Перезимовала. Вот, видите, как влажно, рыхло и хорошо. Вот на это не вижу схода. Ну, вот тут потихонечку начинает везде все пробиваться. И остальные тоже. Вот они. Малявки. И вот они. И вот тут тоже все прекрасно. А, может, даже и бархатцы зайдут. Не знаю, откуда они тут взялись. Либо мыши принесли. Ну, что есть, то есть. Так что, она тут перезимовала. Ну, я думаю, она, может быть, и в открытом грунте перезимовала. Хотя слабенькие были росточки. И поэтому я решила их пока сюда определить. Ну, вот такие вот дела в садовом царстве пока творятся. Теплица в этом году, конечно, очень интересная. Тут и все на свете уже лежит. Кстати, не забыть, надо горшочки домой забрать маленькие. Ну, пока я прощаюсь. Вот такие дела огородние. А тут пока снег. Ну, его очень мало. Пока мы возимся там с мангалом, я Верю картошку. Самая вкусная картошка это на газу. А то же это моментально хрустящая, точно одновременно, это бомба. Сегодня будет а-ля шашлык в виде стейков. Шейка замаринована в домашнем кетчупе. И вот так мелко-мелко разрубленный на блендере лук для быстрого маринада. Правда, мариновали мы еще вчера. А сегодня вот такую вкуснятию мы будем готовить. С жареной картошечкой, думаю, будет просто великолепное чудо. Давно собирались, раз пять собирались. И никак у нас не получалось. Наконец-таки чудо свершилось. Мы сегодня с шашлыками. Да, с погодой нам не очень повезло. Холодновато. Как выходные, так погода портится. Ну, куры вон кудахчат соседские. И тут все шкварчит. Ой, запах, конечно, пошел. Некоторые бросили, а там огонь. Картошечка. Тут часть шашлычка. Очень некрасивая она сейчас выглядит. Но вот так она выглядит куда лучше. Но на вид сочная. И вкусная. Ну, нам приятного аппетита. Да ладно, чуть-чуть подрумянилось сельцо. Говорит, что вкусно, типа, да? На свет, конечно, у нас тут ужасный. Не срывок. Не срывок.